В Белоруссии началось обсуждение нового избирательного кодекса. В начале года в стране прошел конституционный референдум. И вот теперь избирательное законодательство равняет на поправки, внесенные в основной закон. Среди новшеств введение единого дня голосования по премьеру России. То есть в следующем году местные и парламентские выборы пройдут одновременно. Отменяется голосование за рубежом и порог явки на выборах окружных депутатов. Параллельно планируют принять новый закон о Всебелорусском народном собрании. Органе власти с практически неограниченными полномочиями. Об этом, а также об участии Белоруссии в российском вторжении в Украину. И о том, удалось ли Александру Лукашенко запретить Россцен, поговорим с советником лидера белорусской оппозиции Франаком Вечеркой. Здравствуйте, Франак. Добрый день. Спасибо, что присоединились к эфиру. Итак, начнем с нового избирательного кодекса. В том, что при Лукашенко честные выборы невозможны, мы убедились в 2020 году. Что происходит сейчас? Лукашенко кроит законы под себя? Так получается? Лукашенко кроит законы под себя уже 28 лет. Он изменял Конституцию 4 раза. Сначала он стал ограничением по срокам. Сделал Конституцию инструментом, чтобы разогнать парламент в 1995 году. Поменял символику на советскую в то же время. И сейчас он пытается каким-то образом создать фиктивный орган, который бы позволил ему править пожизненно. Но лично я не верю в то, что он будет проводить какую-либо избирательную кампанию, либо референдум. Любая попытка провести плебисцит обернется новыми протестами, бунтом, которые он точно уже не переживет. А вот расскажите о все Белорусском народном собрании. Оно существует с 1996 года. В интернете его назвали съездом КПСС. Но в проекте нового закона право объявлять в Беларуси военное положение и направлять военнослужащих и иных лиц за границу, цитата, для участия в обеспечении коллективной безопасности. Это новшество? И как это перекликается с войной в Украине? Там никакого новшества нет. Это просто фасадная структура без никакой реальной власти. Единственные, кто принимает решения, это Лукашенко и маленькая клика людей, 15-20 человек вокруг него. И вся вертикаль власти выстраивается вокруг них. А эти люди, они просто клопают в ладоши, поднимают руки, когда им скажут единогласно. Все решения фиксируются на этом так называемом Белорусском собрании. Но то, что оно будет какие-то решения по войне принимать, вступать, не вступать, это все полная чушь, такого не будет. Он надеялся, что это Всебелорусское народное собрание, он продаст Западу как демократизацию. Но потом началась война, в которой он стал соучастником, агрессором. И сейчас ему уже это Всебелорусское народное собрание тоже как бы ни к чему. Генштаб Украины несколько дней назад заявил об угрозе повторного наступления российских войск территории Белоруссии. О том, что Беларусь может попытаться перерезать цепочки поставок западного вооружения в Украину. Вы получаете какую-то информацию о действиях военного командования страны? Насколько велик риск, о котором говорит Киев? Сейчас все очень непредсказуемо. В следующей неделе может ситуация развиваться в самую разную сторону. Мы видим, что прибывают эшелоны с российской военной техникой, прибывают российские солдаты, призывники. До тысячи человек прибыли последние несколько недель. Может прибыть до восьми тысяч. Их уже разместили в разные бараки, они проходят там курсы обучения. Но каких-то знаков, что белорусская армия готова вступать в войну, у нас нет. И не потому, что приказ Лукашенко не поступил, а потому, что настроения в обществе проукраинские, антивоенные, антироссийские. Даже среди военных есть много примеров саботажа, невыполнения приказов. Когда они попробовали провести скрытую мобилизацию две недели назад, военкомы и участковые всячески устранялись и не вручали повестки, когда должны были. Поэтому у меня есть такая маленькая надежда, что втянуть белорусов в войну у Лукашенко не получится. Но то, что Белла и Лукашенко уже участвуют от 24 февраля, это факт. Франок, а как обстоят дела с мобилизацией? Мы видели сообщение, что белорусам приходят повестки на сборы, которые были запланированы на эти дни. Что вы об этом знаете? Да, они пытались разослать офицерам и солдатам, которые находятся в запасе. Особенно это касается сил специальных операций и тех белорусов, которые живут на Берестейщине и Гомельщине. Но нам кажется, что сама компания провалилась, потому что даже военкоматы саботировали эту компанию. Они под видом переписывания данных хотели установить, сколько они потенциально могут мобилизовать. Сейчас в армии служат военнослужащие, которые могут принять участие в военных действиях до 15 тысяч. Но те, которые могут вести какие-то активные операции, это 2-5 тысяч человек. Что на самом деле, если даже они вступят в войну, не изменит ход войны. Но что это чему-то угрожает? Это, а, растянет украинский фронт и ослабит украинскую армию, потому что надо будет перебрасывать силы на север. И с другой стороны, это может создать турбулентность Беларуси, а значит и открыть возможности для перемен, для нас. Но как будет развиваться ситуация в следующей неделе, никто предсказать не может. Мы должны быть готовы ко всему. Новость, которая широко обсуждалась. Александр Лукашенко 6 октября запретил рост цен. Но на днях правительство утвердило новую систему регулирования цен. То есть, просто взять и запретить не получается, верно? И как с этим регулированием могут ли власти контролировать инфляцию вопреки законам рынка? Да, это такой популистский жест, мол, это не царь плохой, а бояре плохие. И он пытается найти виноватых, общество это проглатывает. На самом деле все дурят Лукашенко, а Лукашенко бедный сидит в дворце и его не информируют. И, конечно, он сейчас начал кампанию арестов. Крупные бизнес-сети, торговые сети попали под раздачу, арестовывают бизнес-менеджеров, предпринимателей. Даже приходят на рынки. Работает система доносов, когда предлагается сторонникам Лукашенко писать доносы в милицию, кого стоит арестовать. Очень часто люди просто выдумывают или разбираются со своими недругами. Это все такое, создает атмосферу сталинского террора. Но для Лукашенко это просто возможность создать давление внутри общества, чтобы общество не взбунтовалось. Франок, как вообще с началом войны изменилась ситуация в белорусской экономике? Может ли она существовать без российских дотаций? Вот, например, Москва пообещала Минску очередной кредит в полтора миллиарда долларов на импортозамещение. Лукономика, как мы ее называем, она не может существовать от российской. Она на ней завязана абсолютно. И эти три десятилетия правления Лукашенко сделали полностью зависимой Беларусь от России. Это энергоносители, это поставки сырья, это также возможность экспортировать туда дешевые продукты сельского хозяйства. Белорусские, которые продавались в России подороже, чем в Беларуси. Но сейчас Лукашенко попал сам в собственную ловушку, которую создавал. Он сейчас даже не может развернуться и подвинуться. Он надеялся, что Китай, возможно, поможет. Но после разгона протеста в 2020 году даже Китай вывел свои инвестиции и свои проекты из Беларуси. Или приостановил и заморозил. И поэтому сейчас Лукашенко расплачивается за свою недальновидную пророссийскую политику. Конечно, после перемен экономику надо будет диверсифицировать. Надо будет открываться на Западу, Европейскому Союзу. Мы надеемся, что Беларусь вступит в мировую торговую организацию. Конечно, это все займет время, но эти проекты реформ мы готовим уже сейчас. Франок, в парламенте Молдовы создана группа поддержки демократической Беларуси. Были у вас уже контакты по линии этой группы? Чего вы ждете от этого сотрудничества? Мы приветствуем создание такой группы. Мы сотрудничаем с парламентом Молдовы. Я на связи с вице-спикером парламента Молдовы. И на прошлой неделе в Молдове был Анатолий Лебедько. Это представитель Светланы Тихановской по парламентскому сотрудничеству. Известный белорусский политический деятель. И сейчас мы обсуждаем приезд, визит официально Светланы Тихановской в Молдову, чтобы он состоялся в ближайшие недели, чтобы установить дружеские отношения между Беларусью и Молдовой. Надеемся, что это произойдет, потому что для многих белорусов Молдова на самом деле пример в плане политической смелости, политической зрелости. То, что Молдова получила кандидатский статус в ЕС, это, конечно, огромная заслуга и правительства, и парламента, и молдовского народа. Еще одну тему хотели с вами обсудить, ждали удобного случая. Нобелевскую премию мира наряду с Российским обществом «Мемориал» и украинским правозащитниками присудили белорусскому активисту Олесию Беляцкому. Как к этому отнеслись жители Беларуси? Есть ли отлик в обществе? Люди взволнованы, многие плакали. Это было на самом деле сюрпризом. Это тот момент, когда вся нация, весь народ ликует. Это такое признание нашей борьбы не только лично Беляцкого, но и всех белорусов, которые прошли через тюрьмы, которые бунтовали, протестовали все 28 лет правления Лукашенко. Это также возможность хорошее прицелить внимание к ситуации с политзаключенными. 10 декабря Светлану Тихановскую пригласили на церемонию вручения Нобелевской премии. Это будет хорошая возможность рассказать о белорусской борьбе, а также о репрессиях. А сам Олесь Беляцкий очень интересный пример, потому что это человек, который начинал свою работу в 80-х годах в антисоветском подпольном движении, боролся с коммунизмом, боролся за независимость Беларуси. Сам писатель, поэт, но потом присвятил уже вторую половину своей жизни правозащитной деятельности. То есть две миссии у человека. Это борьба за независимость Беларуси и борьба за права человека. Франок, большое спасибо за интервью. Напомню, Франок Вечерко, советник Светланы Тихановской.